На сегодня в Азове зарегистрировано 913 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю COVID-19 заболели 67 человек. В динамике я бы отметил, что индекс распространенности заболеваний за неделю составил 0,78, что меньше единицы, и мы уже третью неделю имеем снижение этого индекса с 2,27 до 0,78. Также Вадим Бритковский отметил снижение заболеваемости ОРВИ среди детей по сравнению с предыдущими неделями. К сожалению, этого нельзя сказать о взрослой категории населения. Среди взрослых мы видим как раз-таки пик заболеваемости на прошлой неделе и позапрошлой неделе. То есть, исходя из нашего опыта и предыдущих развитий эпидемии, эпидемических заболеваний в эпидсезон, как раз, скажем так, можно надеяться, что всегда после спада детской заболеваемости идет через 3-4 недели спад заболеваемости взрослого населения. То есть, таким образом, на мой взгляд, ситуация имеет признаки к стабилизации, но остается достаточно напряженной. В очередной раз главный врач обратил внимание главы администрации Владимира Рощупкина на существенные проблемы в городском здравоохранении, которые негативно сказываются на оказании медицинской помощи населению. Мы подошли к тому пику, когда система здравоохранения, ну, мягко сказать, работает на пределе. У нас выбывают доктора. Это самая основная причина того, что иногда мы задерживаем оказание медицинской помощи. Но в целом система здравоохранения справляется. И еще один такой серьезный вызов – это то, что количество пневмоний, то есть, как последствия острых респираторных заболеваний, скажем так, очень большое. На вопрос Владимира Рощупкина о количестве работающих в настоящее время врачей Вадим Редковский ответил следующее. По первой поликлинике – это три доктора из двенадцати. По второй поликлинике – это три доктора из восьми. По детской поликлинике – шесть докторов из девяти. О динамике заболеваемости в общебразовательных и дошкольных учреждениях главу администрации проинформировал ведущий специалист управления образования Александр Ковалев. По состоянию на двадцать восьмое число количество заболевших в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся составляет 664, что 7,2%. У нас положительная динамика. На двадцать третьего было заболевших 799, что составило 8,7%. Среди персонала на двадцать третьего 65 заболевших, что было 9,5%. На двадцать седьмое 63 человека, что 9,2%. Среди обучающихся динамика лучше, чем среди персонала. В дошкольных образовательных учреждениях ситуация стабильная, есть незначительная тенденция на улучшение. На двадцать восьмое детей, не посещающих общеобразовательные учреждения 334, соответственно 7,6%. Сотрудников 87, что получается 88,5%. В свою очередь глава администрации поинтересовался, до какого числа у школьников осенние каникулы и рекомендовал продлить их до 10 дней. На последнем заседании регионального штаба главным санитарным врачом в Ростовской области было озвучено предложение сделать продолжительность каникул не менее 10 дней. Здесь обсуждений крикнет. Минимум 10 дней до всех школ доведите, пусть учебный процесс планируют соответствующим образом. О результатах рейдов мониторинговых групп за прошедшую неделю сообщила руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Елена Скрябина. На прошедшую неделю проверено 80% крупных предприятий из общего числа промышленных. Проведено 46 бесед. И тем не менее совместно с Министерством промышленности Ростовской области все-таки составлено 4 протокола на людей, которые совсем непримиримые. Также у нас обрабатываются подъезды. Хотя вот опять же скажу, и вчера я смотрела пульс прямой эфир, там прозвучало тоже, что в одном доме не обрабатывают подъезды. И был еще один звонок, поэтому опять же обращаюсь ко всем. Если вы видите, что ваш подъезд не обрабатывается с той регулярностью, с которой он должен обрабатываться, у нас есть телефоны горячей линии, мы ждем ваших звонков. Телефон горячей линии оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции работает круглосуточно. Его номер 8 904 446 45 59. Что же касается жителей Азовского района, то они могут обращаться по телефону 4 55 44. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Мы созваниваемся.